Я вам сейчас расскажу одну, как бы, одну притчу, и вы поймёте, вот я вам расскажу, и вы поймёте, кто кого ждёт дома. Сидят тигр с тигрицей. Сидят такие, не смотрят друг на друга. Это для вас прямо история. Что надо с собой сделать, чтобы тигрица. Кошечка не будет ждать, тигрица будет ждать. Тигр с тигрицей сидят. Тигрица говорит, ну чё, когда извиняться-то будешь? Он такой, сейчас с силой соберусь, настроюсь. Ладно, хорошо, подождём. Ждёт ещё. Ну что, собрался? Да, собрался. Ну, извиняюсь. Хорошо. Моя дорогая, прости меня за то, что ты меня укусила. Не верите? Поднимите руку. Кроме Лео, поднимите руку. У кого по-другому? Не извиняется, да? Видите, одна только такая. Ну, таких очень мало. У вас тоже три. Три. То есть муж не извиняется у вас. А вам нравится это, нет? Нет. Нет? Видите, три подняли руку, но им всем не нравится. Почему? Уже бывший. Уже бывший. Вот теперь, чтобы быть небывшим. Слушайте, чтобы быть небывшим. Я вам сейчас расскажу просто тайну, тайну человеческой жизни. Тайну, послушайте меня. Я сейчас не сучу. Я серьёзно говорю. Тайна человеческой жизни заключается в том, что женщина очень сильно хочет личного счастья. Для неё личное счастье – это когда муж её очень сильно понимает. Очень сильно. А у женщины психика очень сильнее, чем у мужчины. Ты хоть будь самым крутым у женщины, хоть она внешне кажется такой, у неё психика сильнее. И я вам сейчас ещё одну притчу расскажу, если вам про Льва не понравилась. Сейчас про себя расскажу. У меня очень большая поездка, долгая, 25 дней уже я еду. И перед этой поездкой жена на меня обиделась. И подошла ко мне и говорит, сегодня ты будешь передо мной извиняться пять раз. Понимаете, если бы я воспринимал отношения вообще, любви, отношения с женой, как какие-то принципы, правила, что вот я прав, я не прав, если я прав, я не извиняюсь, если я не прав. Я воспринимаю это просто как любовь. Любовь означает игра. Вот на санскрите любовь переводится лила. Лила означает игра и любовь одновременно. Что это значит? Это значит, что я просто решил для себя, что нужно в жизни, чтобы кто-то один был счастливый из нас. И пусть это будет моя жена. Вот. И да. Я просто улыбнулся. И она такая стоит, пальцы подняла. Вот. Я просто улыбнулся и начал. Но я при этом не унижался. Понимаете, унижение означает, что тебе не хочется. А тебя заставляют. А мне хочется, чтобы она была счастлива. Не хочется, чтобы она правда почувствовала, что ее правда выше моей. То есть это все ерунда. Я знаю, что все равно правда восторжествует, когда есть любовь. И я сразу любовь утверждаю принцип. Я встаю такой внешне серьезный, внутри смеюсь. И такой говорю, прости меня, пожалуйста. Хотя вообще не чувствую себя виноватым даже не на один раз. Я первый раз говорю, простите меня, пожалуйста. Она. Ну уже знает, что бесполезно мне говорить, что я на лекциях говорю, что я не чувствую себя виноватым. Я все равно скажу, что я чувствую себя виноватым. То есть бесполезно. Она. Один. Я. Загибает пальчики. Я. Прости меня. А она говорит, ты так же, так ты меня уже, ты мне уже говорил. То есть надо еще по-разному. Я такой, прости меня, пожалуйста, за то-то, то-то. Два. Ну и я там как-то нашел все в мозгах. Возможно сделать пять разных видов прощения. Вот. И что потом произошло? Потом как бы я чуть ее оставил наедине с собой, потому что ей надо все перевалить, понять. Но потом она подошла ко мне, обняла и сказала, что ты у меня самый лучший на свете человек, что на самом деле ты ни в чем не виноват и так далее. Ну то есть сила мужчины заключается в том, что он не предает. Вот знаете, мужественный мужчина, вот он на войне сражался, да, и он, ему отношение с женщиной, это просто удовольствие. Там он не выясняет отношения, он выясняет отношения с этим миром. Понимаете? А с женщиной он просто, вот у него это любовь, игра. Он с ней ласково, по-доброму себя ведет. Если она совсем обнаглела, он там чуть-чуть отстраняется от нее, не разговаривает с ней. Показывает, что это уже чересчур. 25 раз я точно не буду обещать, извиняться подряд. Ну, примерно так. Вот. Но у вас есть одна проблема. Для вас принципы в отношении к женщине выше любви. Из-за этого вы разрушаете отношения. И вы еще не понимаете, что женщина больше нуждается в отношении, и у женщины больше эгоизма в отношении. Вы удивляетесь, почему женщины такие беспредельщицы в отношении? Потому что у них там больше эгоизма. Вот у мужчины больше в деятельности эгоизма. Допустим, если мужчине сказать, что, да, ты такое знаешь, ну, как бы в работе не очень, то все, он не будет любить такую женщину. Это невозможно, потому что он туда вкладывает все свои силы. Там весь его эгоизм находится. Но у женщины весь эгоизм находится именно в отношениях. Поэтому она никогда в отношениях не сможет уступить. Если у них есть какие-то, у нее какие-то принципы, правила, она будет им следовать. Поэтому, конечно, есть восточные женщины. Восточные означают очень сильные, как личности. Они будут уступать всегда, но при этом они не будут терять все свои достоинства. Но понимаете, для восточной женщины мужчина должен быть очень благородным. Она должна знать, для кого она платит свою цену. В любом случае, в конечном счете оказывается, что мужчина должен дать женщине быть счастливой. То есть, если женщина счастлива, то она всегда будет уважать мужчину. Но если говорить об отношениях, то часто женщина диктует свои права на отношения с любым мужчиной. Потому что там находится ее зона счастья и наслаждения. Она наслаждается именно отношениями с женщиной. А мужчина наслаждается присутствием женщины. Тем, что она ему верна. Вот если она верна, он наслаждается. Если она заботится, ласково себя ведет, наслаждается. Но отношения для него – это просто надежность женщины. Надежность. А женщине нужно именно, как он будет с ней себя вести, говорить. То есть, она очень сильно настроена на это. И если она видит, что он не нежно, не ласково себя ведет, она сразу такая вскипает. И очень тяжело это принять. Она может, конечно, не говорить ничего, но будет думать. И у женщины психика сильнее. Если она обиделась, она будет убежаться неделю. Мужчина, он обиделся, два дня побежался максимум и все. Он уже не может, у нее нет сил и времени. А женщина будет неделю спокойно обижаться вообще без проблем. У нее есть силы, как бы. Годами, Олег Геннадьевич. Неделю. Годами.